поясни за свой шмот чем питается вору кокейс 900 фпс на десматч больше чем 3000 долларов в месяц сейчас сами симпл потом будет нонсис я буду шоком как это возможно привет молодые люди меня зовут эрик шоков и сейчас мы находимся в городе одесса это мой последний день в украине во время съемок все закончилось три месяца я здесь уже провел в украине много киберспорта я считаю что украина этот центр киберспорта в снг и это не шутки потому что здесь столько было контента что я не могу это заснять еще в другой какой-либо стране это реально правда есть уже организации есть уже известные игроки но есть еще те кто не не успел себя проявить и сегодня мы о них поговорим ворот окей wonderful это те самые люди которые сейчас уже показывают нереальные результаты но вы о них еще не знаете моя задача это вам о них рассказать с вами я эрик шоков спасибо большое за лайк давайте наберем 30 тысяч лайков а мы приступаем погнали владимир ворот окей велитнюк украинский киберспортсмен играющий на данный момент в европейском составе мэд лайнс топ 34 мира известен тем что он единственный в мире проигрок который слушает музыку во время официальных матчей а симпл назвала его самым перспективным игроком который должен попасть в топ 20 игроков мира добрый день ворот окей человек который бьет рекорды по кд и человек который играет с музыкой это такой вайп релакс окей сейчас мы находимся в городе монастырище это вообще можно назвать городом это сейчас идет как областной центр но пишется сейчас к город давай пройдемся по твоей квартире посмотрим что у тебя вообще тут есть это дом погнали да этот дом я сразу вижу два кубка это ксго нам первые места расскажи пожалуйста что это турниры были ну это первый был 2018 год в днепре можно сказать один из первых турниров это самый первый турнир и сф федерации киберспорта украины а вот это ncl ты двадцатый год уже год назад первое место тоже кубок украины так это у нас кухня у тебя на столе флинглс это ты подготовился к нам или у тебя всегда тут на столе что-то сладкое люблю сладкое иногда под игры либо на ночь правда нельзя ну люблю у тебя тут два холодильника хлопья туалетная бумага у тебя тут прям все сразу на вид на месте могу открыть холодильник чем питается ворот у кей так здесь мы видим много актимелия ветчина которой плохо уже там блесень или мне кажется мне кажется или ты прессе мнение не нормально все так мясо мясо шпроты но тут доставка приезжает да вот тогда жить можно а вот и получается так комната где ворот у кей стримит а где он побеждает турниры насчет побед когда была последняя победа неделю назад мы прошли на минор а им фол это не минор это это подводовое закрытое не уже сам ивент все все будут топовые команды будут и на блас прошли на басе тоже будут нормальные команды уже надеюсь мы сможем как-то показать себя ты перестал стремить потому что тренируешься постоянно и на сколько часов уходит твоя тренировка ну по-разному бывает 8 вайд 12 у тебя здесь очень много побед но это видимо не за киберспорт не это все футбол но это не все мы еще старшего брата а почему ты ушел с футбола и по сколько ты начал играть футбол начал играть 8 лет наверное всем 8 лет а ваш покинул где-то 12-13 лет у тебя были хорошие результаты зачем уходить ну уже плохо начинал играть я считался с плохой компанией погулял курить начал и поэтому уже не смог бегать игорь вондерфул жданов украинский киберспортсмен играющий в роли снайпера в украинской команде траско топ 61 мира не путайте вас бывшим игроком инсилия это не он его кд выше 1 и 3 на шоу тиви а многие киберспортсмены называют его самым перспективным в снг что самое интересное игорю всего 16 лет это прихожая мы идем дальше и сейчас нас встретит его игровая скажу сразу она хорошая она такая уютная маленькая максимально каждый метр используется по назначению огромное кресло просто огромнейшая здесь должен сидеть человек который весит 100 килограмм плюс очень большое почему именно она почему это из-за того что не было ничего наличия нет у меня друг покупал другое кресло и это кресло у него был где-то два-три месяца и мы не хотели бы что ему давило и он мне решила дать за пол цены его я купил сколько я убрал за 7 вроде она 115 что такое я вижу сразу же нави насколько большое желание попасть на и вообще большое но то шансов пока что вообще нет и будущее любое тоже там слишком что стильные игроки будут ну типа сейчас сами simple потом будет манси скорее всего я вик нет вообще так мне кажется шанс нет только если по девайсам у нас все logitech это обычная это супер лайт супер лайт и джип рожка в клавиатуру так 2546 салфетки роутер и камера телевизор кондиционер диван который раскладывается и он здесь же и спит это комната 5 квадратных метров но в этой комнате он показывает результаты 1 38 нашел тебе и эта комната скорее всего станет его первым помещением где он заработать свой первый миллион или заработал еще еще рано заработать или сергей инкмейт шевченко украинский 7 и про игрок который пробивается в киберспорт со своим напарником алёха 2077 мы не стали брать у него интервью так как его ситуация схожа с моноси вы все про него знаете а результаты говорят сами за себя желаем удачи серёги ну и лег тебе кидает символ рэйд на 50 тысяч человек и у тебя через некоторое время выключается стрим что это такое как это получилось ну это я не знаю просто стрим у меня бывает об с выкидывала стрим просто перезапускался и перезапускается стрим и осталось только 7 тысяч человек очень я был в шоке первый раз столько зрителей это до сих пор у меня в статье максимальная количество зрителей это 7000 наверно пристал спасибо большое и аннука вышла но ничего ты снг игрок в европейской команде таких кейсов мало кто-то замечал как думаешь почему это не происходит так часто я без понятия может и за то что язык барьер не знаю может ну всем нравится понятное дело играть больше со своими то есть понятно удобнее мне было бы играть в снг команде но так как на мое мнение все дороги в снг у меня закрыты почему потому что в курсе твоего прошлого насчет эмоциональности да в целом но до чего мне кажется плохая репутация плюс там можно сказать я много с кем ссорился разные слухи которые начали условно оператору сериала все вот эти турецкие коровы сливают расскажи про свой вак да про вак что обычная история вак не мой и все реально крут мак просто не мой я это уже доказала я же играю турниры от волны и этот аккаунт не был к тебе причастен и он был мой моим аккаунтом только он был моим аккаунтом 2016-2018 году то есть прошло уже время этот аккаунт взломали спустя два года зашли в мм сыграли счетами в мм и получили вак в то время когда я и я играл со своего аккаунта фейсет и в то же время с этого аккаунта игрался на и в другом городе и такое может быть я же не мог играть двух аккаунтов с разных городов ты сейчас мы длайнс у тебя зарплата месяц больше полторы тысячи долларов больше чем это круто достойно лан сколько больше чем 3000 долларов месяц я не буду продолжать это очень достойно какая система работает в мазлайнс ты можешь зарабатывать больше если ты будешь проявлять себя лучше может быть победа какой-то процент определенный как это работает у вас то я думаю у всех так в контрактах писали больший уровень лучше этого рейтинг к примеру если ты попадаешь в топ-10 в топ-5 ты получаешь намного больше не опаздываешь на тренировки то есть поведение дисциплина за дисциплину за дисциплину как ты все выполняешь задание от психолога от фитнес-тренера это все считается у них это дополнительная бонусная система очень круто окей твое рабочее место я вижу дикси рейсер рейзер рейзер почему именно рейзер ну спонсор медлайнс и довольно клавиатуры мне нравится клавиатура до этого мне у меня было хэпер x но рейзер не заходит больше данный момент а что ты можешь сказать про манглайнс как те организации клевая очень мы они делают очень много для игроков у них очень крутые буткемп максимальному в испании уже два раза серьезно ты пока не стриму два раза в испании да 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 два раза вот почему у тебя сторисов нет постов есть все было постов нет сторис в инстаграме только делаю и все и еще иногда трансляции веду в инстаграме это шикарно это испанская организация 2546 камера лошадег стримкам наушники тоже рейзер блин не это это что эпос 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 синхайзер интересно интересно сейчас уж такие странные девайсы таких все впервые вижу кстати интересный факт ты приезжал ко мне на турнир один-один в киеве это был 19 год киев я приезжал что на три дня и ты принял участие ну такое нормально попало спасибо за игру играла реально жесткой да и до этого начали 5-1 а потом как ты про него узнал и вообще знал ли ты меня и почему ты вылетел была игра 1-1 то есть ты в аимках не очень не аимки неплохо играл но тогда тогда еще вообще в целом так себе играл я только вроде 10 лавил файсетап ну а вот по поводу аимки не написал друг говорит не тебя я не знал и он мне написал что там какой-то классный ютубер проводит это говорит а я даже я тебе не знал и он говорит что аимка призовой 8000 гривен нормальный призовой тогда был и мы поехали рассказать про свои комплектующие а 7 900 кей что нас гибает оперативки и и 1660 супер-супер до видях слушай но с такими характеристиками наверно сложно в кс стремить потому что там все-таки есть или подлагивания специально добывают но обычно я стрима у меня нормально будет но сейчас уже я когда играю после обновлений то мне уже сложно играть в целом 250 fps 240 а так как у меня 240 монитору и ты родился в одессе я слышал что ты хочешь переехать в киев да почему именно киев там лучше условиям там пинг лучше и легче летать по странам типа скива сразу может быстро с одессы так не получится пересадка в киеве должна быть каких составах ты играл я играл на части по же тикс и вот разка сейчас опутают с игроками инсилий да постоянно не разрыв заходят спрашивают это ты вандерфул с насилия уже поставил бомбору типа она инсилио да на инсилио рейчел еще что такое потому что там каждый стрим заходили по человек 50 и писали это я уже просто ставал отвечать не думал сменить них чтобы не было путаницы а ему не предлагал сменить них не продавал ему деньги за это выкупить бренд какой последний турнир то игру мы последним только мы выиграли мы вышли вышли на квалификацию ну короче играть жираф мы пошли в группу из четырех команд и едем в албаме на следующей неделе жираф да это что это жираф там фарзы вышли блинки мы я вы не прошли в и м фол да очень да это набивал свои когда как и обычно это самое грустное почему не пошли у нас была первая игра против ними я не знаю они мы играли мираж первая карта была мы проиграли что на 14-м там типа дикие ошибки были у нас андр пассе они подготовились просто под вас да там просто я не знал куда мне идти меня везде обивала дисбаланса и к и полку данным идти мы просто проиграли и вот последняя работа члендера и красном этом турнире сами себе читать а ты не ждал что ними подготовиться к вашему мочу но мы с ними играли уже второй раз и раз мы проиграли тоже 20 мы проиграли инвер тигр 16-14 тоже и как мы ожидали мы к ним тоже жестко подготовились но на верпасе все пошло так что ты играешь составе которые слабеет твоего скилла несколько раз я не знаю ну мы два месяца только начали выступать назад месяца попали в топ-55 халтв вот два месяца мы взяли фастара на пятого игрока и как раз пошли результаты да это вообще не были так расскажи про свою историю как ты стал тем кем сейчас являешься да я просто играл и верил свое дело я только начал играть я сразу понял что это мое и если буду стараться у меня все получится вот и все хотя были какие-то сложности перед тем да очень много очень-очень банили на всех турнирах которые только можно играть меня кикали со фплц с команд много очень токсичности было я срался со всема подряд да и в целом до репутация была конечно на максимальном уровне можно сказать но если верить к примеру после вака даже истории с ваком когда меня забанили на всех турнирах уже все вроде нельзя никакой турнир играть не лигу не фасит как пробиться не как но я начал доказывать что я невиновен что я стоял на своей правде и все получилось ну и старался играть очень много отношения у тебя есть они? не-не-не они у тебя были? да почему расстался? можно сказать ну во-первых это мешает очень сильно вообще мне кажется на таком карьерном плане оно мешает ну и в целом мне понравилось мне понравилось считаешь что это рано? не-не дело в том что рано просто именно эти отношения мне не понравились а то есть ты готов искать новые? да нет ну как бы я вообще про это не думаю когда-то я думал хочется девушку какую-то ну потом нет я слышал что ты получил бан на турнирах в кибер-клубах одессы в чем дело? мы постоянно приходили с токсиком еще с кем-то выигрывали турниры там 5 на 5 2 на 2 забирали деньги и они решили про это тем то что просто дали нам всем бан у всех лекторов шел тв и вроде 4000 ла на фейсе они просто всем дали бан и типа мы не можем даже приходить туда по фанчику играть с друзьями какой кошмар да а больше нет жестких игроков в одессе? нет кто вообще из одессы? можешь назвать? toxic temple wrinkle я все что насчет дома ты живешь с кем? с родителями мамой папой бабушкой все втроем живут в одной квартире тир-2 состав в снг либо тир-3 состав в европе что ты бы выбрал прямо сейчас? ну тир-2 состав в снг но я бы хотел себе попробовать в EU командах как твой английский? на самом деле я 9 лет учился на курсе по английскому и типа если там мне дают месяц просто там подучить что-то я думаю нормально справлюсь с этим какая черта характера тебе помогает быть тем кем ты являешься? наверное то что я целеустремленный постоянно типа пытаюсь что-то новое изучить больше потренироваться что-то сделать лучше и вот это каждый раз стремление к победе там к улучшению себя вот оно помогает мне тебе 16 лет ты куришь сигарету это твоя вредная привычка есть еще какие-то? нет я не пью ничего не употребляю когда ты последний раз пил? пил на свой день рождения наверное да слушай ну в целом уютно конечно ты живешь в одной комнате это не вылетает? да нет да я думаю переехать в Киев это пока в планах в будущем пока я еще не выхожу можно сказать у меня здесь зона комфорта своя ну тут один нужно выходить у тебя есть друзья здесь? да да друзья есть я гуляю иногда но каждый вечер я как минимум люблю кататься на машине просто и все ты занимаешься спортом или это ну вообще это по селосложению видно что ты занимаешься насколько часто и ну во первых у нас в контракте от Madlines есть заниматься спортом что? да мы занимаемся каждое утро в дискорде мы собираемся и час мы делаем разные просто упражнения разминка это все есть в дискорде какие еще есть особенности в контракте с Madlines? ну я же психолог мы много работаем с психологом если не психолог ну к примеру когда мы на буткемпе то мы еще ходим в горы у нас дом сразу возле гор и мы делаем медитацию и вот это все короче ну это прикольно с одной стороны но с другой стороны бывает когда проснулся всю ночь играли и потом еще и сложно иногда психолог помогает? мне как там в плане я сам себя всегда перед игрой наставляю как себя держать в руках и так далее но иногда помогает иногда да лучше с ним чем без него а психолог советовал слушать музыку в Велиме игр? нет это твои это моя идея там что ты скажешь про Сабишо? ну что сказать я рекламирую как минимум да я играл я дм мало играю но бэхоп я играю на УАЗ мне очень изи у вас есть карта которая никогда не меняется не поню ее название если честно уже не бегал где-то вместе с вас не 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 бэхоп карта которая не меняется просто да 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 может быть какая 50 уровня вроде да и вот и я вот именно у вас бегал все время бэхоп а дамы я не играю так что у тебя есть проблемы с алкоголем или нет 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 ты не пьешь пью но очень редко пью пиво и какой-то джин не иногда и все куришь да 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 серия такую не порвала бросить не 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 устраивает да мне пока устраивает понятно что это все вредно и так далее но это как разговаривает в пример вот этот вайп опять это когда я после матча выхожу курить и думаю о следующем матче вот это мне помогает но она как-то отвлекает от лишних мыслей да и ты просто на фокусе это ты обманываешь сам себя по факту но если это работает не нормально что типа пока какой-то 3 видеокарта процессор и оперативка оперативка не помню у меня а 9 9 900к и ой видеокарта 1070 GTX 1070 тебе нужно обновляться со стримом не лагает у тебя сейчас на ты замачивать что-то фпс как ты этого добиваешься на этом процессе какой-то 1 900к это он он очень хорош 8 900 фпс на десматчик где 18 человек если лайкхаки по настройке компа я вообще не настроил я перестану винду и все у тебя тут xbox всякое говно осталось не через какого-то человека или там мне папа настраивает такая он типа серьезно да это круто можешь поступать не как это родители решили потому что начал денег зарабатывать да я сразу сказал то что я не хочу никак поступать и не искали то что хорошо сколько ты тратишь на кс он я я как просыпаюсь а я сразу захожу в кс как я иду там у вас кушаю ну тема вариантов что может сделать в этой комнате ну я сразу типа иду мываясь кушаю иду за компьютер обычно у нас сразу сбор когда происходит в это время и я сижу так до 4 5 часов каждый день 14 сижу каждый день за компьютером ты не перегорал вот вчера два дня назад я прям почувствовал что вообще играть не хочу я решил сделать себе отдых 2 дня как команда решила сделать перед турниром в албаме и это вообще первый раз в жизни такой был у меня из того что нас каждый день было по одному две шелтые игры из-за этого перегорел странный выбор что у тебя медлайнса именно у тебя будет продолжение еще других команд до тир-1 не на счет тиров мы сейчас играет на тир-2 уровня тир-3 какой тир и круг ты ну тир-1 будущем топ-1 я буду спокойно это сказать просто это всегда все договорились бюро спасибо я бы на этом закончил у меня есть еще вопросы у тебя сейчас когда нашел тиви 138 и это за последний месяц у тебя так выросло что-то изменил свои тренировки в своих играх почему такой рост отдохнул наверное отказ повлияло много в испании не я просто месяц отдыхал у нас был отпуск месяц где-то я ездил в черногорию неделю я гулял четыре дня сам мне очень понравилось ну то есть я все мысли свои в порядок привел и понял как нужно мне даже вот я думаю много как с как не нужно начать играть вести себя в игре в команде чтобы пошел рост ну вот я решил для себя и пока идет по немногому вышло обновление сегодня убрали суицид теперь нельзя убивать на дасти на первой респе какая твоя реакция на это мне кажется это классно мне понравилось я раньше очень любил пушить мид за защиту и и ловер я придумал пару смоков своих под которые можно было пикать а сейчас тебя не могут даже спотить это очень круто мне кажется это поменяет но это интерес каждый раз примеру когда добавили эншин это стало интересно мне сразу понравилась карта ты много у тебя желание появляется больше играть а насчет дропы гранат тоже очень будет интересно но с одной стороны и нет а с одной стороны да сколько должен быть вы кдм чтобы ты был успокоен либо как вообще работают твою систему чтобы ты был доволен что какой твой средний счет средний показатель я обычно ира 24 на 10 там средний средний всегда так типа я спокоен когда я там чувствую что вот это моя игра я хорошо играю и нет таких на моментов там где жестко ошибаюсь в последнее время из-за того что много игр было типа все это на меня наложилось я типа ошибался много и куда дичь дел потом уже полегче стал топ-3 перспективных игроков которых нет в команде но они на фасте катаю уху 1 вообще ну типа обычно какие-то люди еще непонятно игра от которых 100 матчей меня саду убивают но я не знаю есть в рубки есть в ондерфолк кого я должен был запасать третьего моноси когда он уже перспективную и показал что перспектива не задавали вопрос такой тоже недавно типа топ-3 перспективных молодых игрокам я сказал только моноси себя потому что больше никого себя это круто а если ты не будешь слушать музыку во время вера какое сравнение ну я также играю только это в плане но мне проще играть с музыкой я помню для себя что не намного проще ну-ка избрана процентов 100 сколько должна быть музыка на 10 процентов ставлю эти никогда не было ситуации когда-то не нужно было выключить музыку тоже ничего не слышишь шифты шутишь или не то есть у тебя такая громкость должна быть чтобы все слушать ну и я слышу и шаги и музыку бывает очень очень редко то я не слышу именно шаги где-то далеко очень но мне эти мете подсказывают все нормально вот такой играет практичный пойду это релакс музыка чистая мне заходит так у тебя всего их здесь 10 18 да и они на репите стоят постоянно ну то есть проходит и так на репите я привык и мне нормально я захожу на карту обычно тренировку смотри ты просыпаешься во сколько по-разному бывает 8 бывает в 11 окей когда ты начнешь играть в кс я просыпаюсь иду хавать в душ пью кофе либо хаваю и мы собираемся в дискорде и просто мы общаемся зарядка и где-то в 2 начинаем играть именно жира теория еще каждый день теория что значит или что там мы разбираем просто заходим на сервер разбираем ошибки прошлых браков либо что нужно добавить что нужно убрать примеру там есть раунды которые просто не работают и убираем есть раунды которые очень часто работают мы больше не тренируем и оставляем уже на чем давай насчет твои тренировки вниз конфиг взботе прописан это чтобы боты бежали на тебя все я выбираю коллаж сока у тебя сейчас и теперь 9 5 400 снаса 20 и просто вот бегаю по карте все это тех на я точнее без мачнира я играю максимум могу настрелять ну тысячу ботов это если очень хорошее настроение это перестал в основном а перед игрой 500 ботов это максимум которым все это уже готов играть но бывает то есть я чаще всего делаю что я один день не играю боты а на другой нет и и так через день не так нормально если по много играть мне кажется не нужно вот когда я играл fpl я не разминался я если всю ночь играл fpl просто на вас ему играть не надо поясни за свой шмот что это за штаны что это за толстовка страны кроссовки уже в курсе да что нынайк не знаю где брал мало покупала это оригинал это наверное да носите центре покупали на этот торговый центр это худи я купил два-три дня назад тут аниме я решила купить ну и футболка тоже там же куплю красиво сколько тебе нужно в месяц чтобы ты себя чувствовал комфортно я особо никуда не вхожу думаю тысячи 2 гривен хватит это видео мы записываем 29 сентября что изменится через год поставь себе цели прямо сейчас в этом ролике что изменится через год я буду топ-30 команде мира за 100 процентов топ-30 уже до 100 процентов мы общались насчетов 20 можно то 20 можно топ-10 можно топ-5 опа-опа можно к комбиту топ-1 сразу стать да ну и не знаю хочу развивать медийку вот что я хочу ну ты сейчас этим занимаешься я тебе желаю удачи а нет стоп подожди если ты выиграешь мажор ты скажешь то что ты тренировался на своего шоке конечно отвечаешь не забыть да я тебе буду напоминать каждый вечер это был ролик про то что происходит в украине с игроками они перспективны и я думаю что ворот и кей и wonderful оба на w покажут хорошую игру и мы их увидим не только на моем канале но и на трансляции мажоров в грамм финалах с вами был эрик шоков тренируйтесь на виски спортсменами это сейчас модно и это сейчас круто пока